Я не могу согласиться с прозвучавшим тезисом о том, что Европа и Запад в целом не выдержат войну на истощение. Это неправильное целеполагание. Точно такое же было, когда заявляли о том, что без российского газа, без российских энергоресурсов Европа замерзнет, развалится экономика и они поднимут лапки кверху. Так не произошло. Поэтому и здесь надо понимать, что Запад нацелен на долгосрочный конфликт, который сейчас идет вокруг Украины. И как минимум на ближайшие три года существует консенсус между европейскими, американскими элитами и другими странами, поддерживающими Соединенные Штаты Америки, в том, что будут аккумулированы необходимые ресурсы финансовые, военные, политические, экономические для поддержки Украины в ходе вот этого вооруженного конфликта. Это важно. Правильное стратегическое целеполагание. Поэтому не должны заниматься шапка за кидательством. Сегодня день ВДВ. Хотелось бы поздравить личный состав командования Воздушно-десантных сил России с этим профессиональным праздником. Ну что, десантники, покажем, кто из нас десант, а? Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, а я за тобой. Эту придуманную молитву доброволец российской армии из Иркутска Федор Санников написал на своем военном рюкзаке. Он стал свидетелем, как покончили с собой двое тяжелораненых сослуживцев. Их хотели спасти, но они подумали, что приближается противник. После случившегося двое военнослужащих сошли с ума. Санников говорит, что он тоже был на грани. Молитва на рюкзаке помогла ему успокоиться, уверяет солдат. Его историю рассказывает издание «Люди Байкала». Православные иконы и фигурки Будды, языческие амулеты и обереги, изображения шаманистского духа, родная земля в мешочке, ленты ПСА с 90-м псалмом Библии. Все это придает уверенности российским солдатам, что они находятся под покровительством высших сил. По бурятским поверьям, шаман может сделать оберегом любую вещь. Один из мобилизованных на фронте носил с собой вязаного чебурашку, которого сделали дети из Бурятии. На передовой многие проводят магические ритуалы. Перед каждым боем один из российских солдат окуривает сослуживцев дымящимся чебрецом с бурятской молитвой. Издание «Люди Байкала» приводит его слова. Русские сначала всему этому удивлялись, но потом тоже стали верить. Один мне сказал, передо мной снаряд не взорвался, потому что ты меня покурил. Дело еще. Конец цитаты. Антрополог Ольга Христофорова говорит, что ритуал не возвращает контроль над ситуацией, но передает его сверхъестественным агентам и дает таким образом ощущение их поддержки. Отчего в российских окопах люди все чаще прибегают к суевериям или религиозным ритуалам? Как они видят смысл войны и своего участия в ней? Об этом мы поговорим с журналисткой издания «Люди Байкала» Кариной Прониной. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Не бывает атеистов в окопах, так гласит фраза известная, которая на самом деле зародилась во Вторую мировую. Почему вас, ваше издание, привлекли вот эти вот оккультные практики российских солдат, способы совладания со смертью в окопах на войне в Украине? Ну, во-первых, потому что наши регионы, о которых мы пишем, это Бурятия и Иркутская область. А Бурятия — это район, в котором соединились несколько религий. Там много буддистов, там много шаманистов, есть православные. И люди часто очень ходят и к ламам буддийскими, и в православные храмы, и на шаманские обряды. Ну, то есть делают всё. И вот идея этого материала появилась тогда, когда я увидела сообщение в одной волонтёрской группе. Там искали благовоние Санзай, это благовоние из можжевельника, которое используют при медитациях. И было написано, что его хотят отправить на фронт, потому что все военнослужащие, независимо от того, кто они, бурят или русские, они окуривают себя перед боем. И так стало понятно, что есть действительно такая большая потребность военнослужащих в неких защитных обрядах. И я стала общаться с ними, выяснять, кто что делает. Но на самом деле, конечно, речь не о религии, не о вере, не о том, что кто-то православный, кто-то шаман или буддист. И, в общем-то, в разговорах с антропологами это подтвердилось, потому что речь идёт в первую очередь о страхе, о том, что ты просто боишься, что ты умрёшь под обстрелом, в окопах. И поэтому люди делают просто всё, что возможно, полагаясь на помощь хоть какую-то, хоть каких-то высших сил, потому что это приносит успокоение. Но также в статье на сайте «Люди Байкала» есть и рассказы о том, как шаманы и как православные священники ехали на войну против Украины, на захватническую войну, и объясняли солдатам, как нужно, как объяснить, точнее, объясняли, зачем они воюют. Вот я процитирую их. «Мы воюем не с Украиной, а с НАТО и с Западом. Это священная война за нашу землю, за наше будущее». Вот так эти низовые религиозные лидеры рассказывали мобилизованным о смысле войны. А что будет, если Россия проиграет эту войну? Вот что страшного произойдёт? Ну, на этот вопрос, наверное, не я отвечу, а другие люди, когда это произойдёт. А я хотел бы добавить по поводу речей шаманов и священников, почему они вдохновляли людей идти в бой. Потому что с теми военными, с кем я общалась, они мне рассказывали все, что политруков в их подразделениях не было, людей, которые обязаны по официальным регламентам Минобороны поднимать боевой дух. Ни у кого их не было. Я знаю точно, что это с этим большая проблема в российской армии. И получается, что политруков нет, и на их смену приходят люди с некой идеологией, с некой верой, потому что они могут дать какую-то поддержку военным, настроить их на то, что, возможно, они умрут не сразу, а позже. И поэтому люди идут за ними. Там ещё вопрос, есть одиночество, потому что, когда ты одинок, ты никому не принадлежишь, ты, конечно, испытываешь самое большое беспокойство, самый большой стресс, когда ты видишь какого-то человека, который делает какой-то обряд, примыкаешь к нему, даже ты мог не верить в то, что он делает до этого. Ты не считал себя православным или буддистом. Это было неважно абсолютно. Но на войне всё изменилось, и ты, по сути, тоже не остаёшься. Ты не являешься православным или буддистом, но ты делаешь эти ритуалы, потому что ты надеешься. То есть вот есть надежда какая-то, что ты не умрёшь прямо в данную минуту. Вы сказали о политруках. На самом деле ещё с советских времён политруки – это фигуры, ненавидимые в армии. Это либо бездельники, либо стукачи, поэтому навряд ли в какой-то войне они вообще отыгрывали какую-то роль. Редактор субтитров А.Семкин